Путь журналистов в зал для участия в пресс-конференции начинается здесь. Вот видите, уже журналисты, операторы стоят, ждут, они в поисках героев, пишут интервью. Также предупредили организаторы, что всю одежду, все личные вещи нужно будет сдать в гардероб. Взамен выдают вот такие вот портфели, совсем необходимые, в том числе с одноразовой, со сменной маской. Ну давайте посмотрим, что дальше есть. В этом году пресс-конференция проходит в необычном формате, напомню, это онлайн-формат. Журналистов Уральского федерального округа собрали в полпредстве, это город Екатеринбург, количество мест ограничено. Вот, например, из Тюмени, из Тюменской области на пресс-конференцию отправились не более чем 10 человек. Все журналисты разделены по федеральным округам, федеральные СМИ и иностранные СМИ находятся в Москве, но они также принимают участие в пресс-конференции в формате онлайн. Заранее были собраны вопросы, то есть спрашивали, что интересует журналистов, для того, чтобы, видимо, понять, какие темы будут самыми востребованными. Ну, как обычно, это социалка, это экономика. Также предупредили журналистов о том, что все плакаты не должны быть, ну, традиционно, все плакаты не должны быть больше, чем формат А4, ничего лишнего с собой. Ну и задавали вопрос, как мы будем привлекать внимание президента. Скажу сразу, сложно это будет сделать, так как формат видеоконференции не позволяет делать полный обзор, то есть видеть полностью всех журналистов и видеть через монитор и обращать на себя внимание будет очень сложно. Ну, мы будем держать вас в курсе всех событий. Следующий выпуск – все самое актуальное.